Вооружившись мусорными мешками и надев перчатки, люди вышли на так называемый субботник. За два часа более 30 человек очистили от мусора весь Аметьевский лес. Мы решили собраться, объединиться, убраться в этом лесу, сделать доброе дело, посмотреть друг другу в глаза, увидеть общие ценности и уже выступить на переговоры с администрацией о том, что жители хотели бы здесь видеть. Я надеюсь, что это уникальное пространство, оно будет людьми использовано во благо. В парке имеется лыжная база с освещенными трассами. Также сюда приходит огромное количество людей для того, чтобы просто погулять или позаниматься спортом. Также в парке имеется трасса для велоспорта. Но получается так, что у жителей скоро не будет такой возможности в посещении парка, потому что строители уже оградили свои территории забором. И в ближайшее время парка здесь не станет. После субботника жители устроили пикник, всем пришедшим разлили горячий чай. А также сегодня в лесу прошли соревнования по велоспорту. Фарид Габсалямов занимается велоспортом 6 лет. Трассу, на которой сегодня проходит соревнование, Фарид вместе со своими друзьями делал своими руками. В эту трассу очень много человеческого труда было вложено. Она год от года менялась, она год от года становилась лучше. Здесь проводились соревнования по нескольку раз в год. Трасса была создана буквально из ничего. Сначала усилиями бегунов, насколько я помню, лыжников, это зимняя часть. А потом уже усилиями еще велосипедистов. Опасаясь развернувшегося на зеленой территории строительства, местные жители сегодня начали сбор подписей, чтобы тем самым дать понять администрации города, что парк в их микрорайоне нужен. Вообще нам, мамам, с детьми некуда выходить, негде гулять, получать удовольствие, учить детей любить природу. Как говорится, как-то в крови уже идешь, смотришь, что лично ничего под ногами не валялось. Ну и переживаешь, смотришь немножко, как лес, как себя чувствует лес. Гулять, заниматься спортом, бегать, кататься. И мы против, чтобы этого леса не было.